На что ловите? На морского червя или на что? А где берут сейчас морской червь? Копают? Ну в каком немании? Я уже не копаю, я покупаю. А где покупаете? Заводская краснодарская на углу. Это в Анапе получается. И почем сейчас? 18 рублей штучка. Классно. Ничего не нормально. Раньше в Лиман Витязовский придешь, лопату копнешь, на два дня наловил. Сейчас там ничего нету. Не лопату, но раз 10-15 надо было копнуть. Вы снимаете, да? Да. Интересно же. Как Вас зовут? Секрет? Виктор. Местный житель? Да, со страницы Анапска. О, у меня с Анапска живет. Гемляки. Да. А так вообще, что удается бывает поймать? Можно я Вашу снасть покажу, как выглядит? Зеленый поплавок, это вот на кефальку именно, и грузит. То есть закидывается, на поводке плечок плывает, и рыба видит его по-зеленому, и подходит, пробует червячка. Я лично видел, как была поклевка, и сейчас посмотрим, насколько далеко улетает. Ну, получается, за вторую милю. За первую милю. А это на милляке. Рыба типа выходит погреться, на милляках солнце подогревает. Бывает проклевывает, но сейчас рыбы все меньше, раньше ловилось лучше. Все думаете, это связано? Вылавливают много или экология? Вылавливают. Просто я в начале, получается, этого сезона видел, как, получается, косяк рыбы плыл. За ней плыл мужик на лодке и бодрил ее просто тройниками. Из-за таких, да, получается, людей? Ну, может быть, даже не из-за них. Они мало влияют на количество рыбы. То есть сетями больше. Сетями, сставниками. Ну, сейчас вот в Витязовской же нет бригады уже. Рынки все завалены рыбой. Значит, рыба есть? Ну, говорят, что это пеленгас, который заходит... Нет, маленькая, это кефаль. По местному чуларку. Угу, чуларочку. Чуларочку мы в детстве в Лимане на крючке просто бороду ставили, резинку, и сидишь над смыкой ее подсекаешь. Пока 10 штук не подсекаешь, ну, сейчас уже Лимана нету. Что-то пытает, или? Волна. Волна. Ну, я прямо вот издалека, когда стоял, видел, как дергалось так прям прилично. Ну, я в это время заряжал другой спиннинг. Поворачивались уже остатки колебаний. А в какое время лучше всего приходить, допустим, попробовать половить, если кефальку хотят? У меня по прошлым годам, вот по 80-ым годам памяти осталось 12 октября. У меня родился сын 12 октября, а я сидел на море. И я радостно и побежал в роддом к десяти. У меня уже было ведро рыбы 12 октября. Вот это да, вот это был улов. Угу. Ведро Чуварки. Ну, а не так ловилось, клевало раз в час, где вообще не клевет. Вот это вообще не натянут было. Не натянут? Не натянут. А оно видно было все равно. Да. Может просто кто-то клюму подтащил. Вот. Это называется в обратку. Да, да. Поднул в обратку. Не, она когда сядет хорошо, то и минуты две роли не играет. А если я только черевичка обсосала и бросила, то хоть караули, хоть не караули. То есть она голодная, а то схватила и побежала. И засеклась. А более крупная, чем чувашка, там пеленгасы хорошие бывают, попадаются. Пеленгас ловится в основном весной. Тоже здесь на меликах, на проходах. То есть так же можно прийти, посидеть. Ну хорошо, что хоть червя пройдет. Я, честно, думал, уже у нас особо трудно достать. Нет, люди-то копают сами. А в таком римане? Да под Кавказе. А, под Кавказе. Вот это да. Динского римана. В Тимрюке. В Благовещенском. Жалко, конечно, что в Юдизовском не осталось всего. Почему не осталось? Наверное, есть только на Азнаде копать. Ну раньше в любом месте вот мы выходили. Мы на прорыве копали. Ну не на прорыве. Мы знаете, где копали? Вот где вот этот выходит канал, который осущительный, который через параллели идет. И вот получается улица Мира. А, да, да, да. В том районе, вот где еще до отсыпки вот этой, возле Волка Витязь. То есть там вообще. Сейчас рынок направо, когда поворачиваешь налог Витязь, по Черноморской. Прямо за рынком там уже начинался этот канал. Там рыли. Там много, да. Все нормально, пацаны. Отлично. Я бы знал на рынке, купил бы пару тефалин, чтобы вы поснимали. Ну я уже не раз показывал. Бывает на речке Анапке вот буквально недавно ходил там. Постоянно думал, сидят просто так, потом мне показали. Маленькая чуварочка тоже у них была. Это не Анапка речка, уже вонючка. Извините за жаргон. Я согласен. Я еще застал те времена, когда специально под этот мост, который вот от детского парка идет, приходили, вавили живца. Его там кишило немерено. И заходил и лобань, и пеленгаз, и есенгирь заходил в Анапку. А как все? Есенгирь это что за рыба? Я откуда же не знаю. Ну это тоже местные, средняя между кефалию и лобанем. В размере кило-кило сто. А может быть сорт кефали. Такие я вам сказать не могу. А зависит от какого цвета поплог. Мы в детстве считали, что красный лучше. Красный на пеленгасе считается. Красный на пеленгасе. Но когда хороший клев, цвет поплога роли не играет. И на белый берет, и на зеленый, и на красный. Рыба есть. Рыба есть. Такая ференка, мелкая савритка, барабулька. То что неохотно цепляется, да? Да, она мелкая. А может вообще такое быть, что бац и мелкую поймать совсем? Ну барабулька там или еще что. Чтобы она не ловилась, мы ставим обычно крючок покрупнее. А я приехал позавтракать с удовольствием. Потому что два года не был на море. Вот как. Живу четыре километра пять, а на море не был. Вот многие не понимают. И не купался. Местные жители, которые говорят, вот я хочу переехать к вам Анапу. Буду ходить каждый день на море, купаться. Вот два года, да, не были? Ну да, если он обеспеченный, это самое, материально обеспеченный. И у него нет никаких других интересов, кроме моря. Ну это первое время. Море приедается. Ну как я, допустим, в такси работал. Деньги, 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 деньги. Три года не был на море. Хотя вот четыре километра, я километры от моря живу. Видите, сделал. Проблем, в принципе, никаких. Но не до него, потому что надо работать, зарабатывать. Жажда наживы. Да, да, да. И пошло, пошло, пошло. Выехал на линию жажды наживы. Приехал домой. Нажива ушла, жажда осталась. Вот так вот и жизнь здесь проходит. У нас фанаты. Ну, армянские наши братья работают как. Одна авария была, вот он заснул в Анапской, при въезде в Анапскую, тогда еще въезду на улицу Московской. Он ехал в речку, в бетонное ограждение, и сам погиб, и машину разбил. Заснул на ходу. Очень много аварий из-за этого, что работают круглые месяцы. Да ладно. Я считаю, что это неправильно. У меня летом спрашивают, когда ты спишь? После сезона спим. После сезона думаешь, как прожить это время. После сезона тоже придумаешь какие-нибудь занятия. Раньше был анекдот про это самое. Где грудь был? Потяжелее хотите поставить? Потяжелее или в форме? О, чайки пошли. Это к рыбе или нет? Про клубнику был анекдот. Американцы русского спрашивают, когда у вас начинают продавать клубнику. Он говорит, весной. Американцы, а у вас когда? Он говорит, у нас 6 утра. Так же и вышло, что-то сказали. А, в конце сезона. Да, да, да. Каждый день ходите на море? Нет, в конце сезона. Меня тоже спрашивают, ты сейчас купаешься? Зачем ты купаешься? Потому что летом некогда было купаться. Я 2 года назад рыбачил в Влаговещенске, тоже на Сесарь приезжал. Вот такая погода была в октябре. Ну, часам к 11 уже было. Добрый день. Как вам купали? Отлично. Вода была 20 градусов 25. Ой, воздух был 25. Я купался после рыбалки в 10 в 11. Минут 40 из воды не выходил. С таким удовольствием купался в октябре. В прошлом октябре я неудачный был. Я его ждал, чтобы купаться. А он был неудачный. Я так же в этом сезоне ждал, когда придет октябрь, сентябрь, чтобы купаться. Сейчас если будут теплые дни, то накупаем. А вот сейчас обещают целую неделю хорошей погоды. У меня прям вот в этом году голодание по морю. Не могу остановиться. Такая же фигня. Два года не уже. Нырнем, может, уже. Даже сегодня есть. Сегодня до 23 должно прогреться воздух. Сейчас вода что уже примерно? Сейчас вода была 16. Примерно четко. 16? 15,8, да. Холодно. Но сейчас к вечеру, ну как к обеду, я думаю, уже миляк прогреется. Сегодня уже горит? Да. Каждый день горяет. Я думал это самое. Ну как, я даже возле берега не на глубине мерял, а возле берега. То есть возле берега было 15,7, 15,8, ну 16 почти. Воздух вот сейчас уже прогрелся, а с утра было 15,3, то есть 8 утра. Вот сейчас уже теплее вода. Я два раза сегодня искупался, потому что, ну, очень понравилась как бы водичка. Ну, чистее все даже, да. Ладно, не буду вам вмещать. Спасибо. А номер канала какой у вас? Юра Озаровский называется. А номер нету там? Просто... Давайте. До свидания. Спасибо огромное. Спасибо.